Огромный привет всем любителям комнатных растений! С вами снова Таня. Сейчас я буду сажать листы фиалок, которые у меня уже дали отличные корешки. Давно пора бы мне их уже посадить. И если вам интересно, как я это делаю, то оставайтесь со мной. Сортовые фиалки я, как правило, проращиваю именно в воде. И тогда у меня практически 100% гарантия, что все листочки выживут и дадут отличные корешки. Вот такие здесь уже корешки. Как вы видите, у меня здесь листики миниатюрных фиалочек и стандартных. Сажать черенки фиалок я предпочитаю вот в такую вот смесь. Безземельную из верхового торфа перлита вермикулита, либо в торф классман, тоже с добавлением перлита. Эту смесь я покупаю в доме фиалки в московском. Она мне очень нравится. Она невероятно легкая и воздухопроницаемая. А листики миниатюрных фиалок я посажу в смесь верхового торфа и в шарики пенопласта в равной пропорции. Смешаю и буду сажать. Теперь слегка полью грунт, чтобы он был слегка влажным. Сажать я буду в 50-граммовые, 100-граммовые и 200-граммовые стаканчики в зависимости от размера листиков. Ну, миниатюрки я всегда сажаю вот в такие самые маленькие стаканчики. Во всех стаканчиках я обязательно делаю дренажные отверстия. Как правило, с двух сторон вырезаю ножницами. Теперь я запишу все сорта листиков, которые буду сажать, чтобы их ни в коем случае не потерять. И уже сразу наклею на стаканчики и буду уже тогда сажать листики. А для того, чтобы писать даты, я использую вот такую ленту для ценников. И здесь пишу дату. И также приклеиваю ее на стаканчик. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь приступаю к посадке. У меня вот такой листик, очень красивый, большой, от стандартной фиалочки. Поэтому буду сажать в 200 граммовый стаканчик. Слегка уплотню. Листики в стаканчике я придерживаю вот такой пищевой пленкой, чтобы они у меня не доставали до дна стаканчика. Видите, какие здесь уже большие корешки. Слегка подсушу их салфеточкой, чтобы они у меня как можно лучше распределились в земле. Но, конечно, лучше их, конечно, до такого размера не выращивать, а сажать, когда корешки совсем крохотные. Вот. И теперь устанавливаю в землю листик. Я аккуратненько присыплю грунтом примерно на полтора сантиметра. Для стандартной фиалки это вполне нормально. Молодые растенецы легко пробьются через слой почвы. Так вот слегка примнем. Как вы видите, листик опирается на стеночку стаканчика. Поэтому он не упадет и хорошо закрепится в грунте. И теперь полью. Свои листики я в тепличку не ставлю, поскольку у них уже есть корни. Это не требуется. И ставлю их все вместе. Создается хорошая влажность. И они продолжают отлично расти. И они продолжают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...